ДТП с участием машины ДПС произошло днём 2 октября в Краевой столице. Мероприятия по частичной мобилизации практически завершены на Камчатке. Об этих и других событиях узнаете далее. 31-летнюю хозяйку базы отдыха в селе Эсса обвинили в оказании небезопасных услуг, повлёкших получение 12-летним ребёнком обширных термических ожогов. Следствием установлено, что в июне текущего года ребёнок совместно с родителями путём свободного доступа через незаперто обвиняемое на запорное устройство калитку прошёл на территорию указанного гостиничного комплекса. Пока родители искали представителей администрации гостиницы, мальчик самостоятельно подошёл к бассейну и, будучи неосведомлённым о том, что его недавно наполнили термальной водой температурой около 70 градусов, прыгнул в воду. В результате произошедшего мальчик получил обширные ожоги всего тела второй и третьей степени. В Следственном комитете добавили, что всему виной небрежность хозяйки, которая не закрыла свободный доступ на территорию, не установила ограждения вокруг бассейна и информацию о временном запрете купания в нём. Уже собрано достаточно доказательств. Уголовное дело передали прокурору для утверждения обвинения и последующего направления в суд. Разбойник с ножом ворвался в офис компании микрокредита в Петропавловске. Его удалось задержать по горячим следам. 30 сентября в дневное время неизвестный вошёл в помещение микрокредитной компании на улице Ленинградской краевого центра. Угрожая сотрудницей офиса предметом, похожим на нож, злоумышленник открыто похитил из ящика стола денежные средства в сумме 27 тысяч рублей и скрылся. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские через несколько часов по горячим следам установили личность подозреваемого и задержали его. Злоумышленником оказался неработающий 35-летний житель Петропавловска-Камчатского. Разбойник ранее был неоднократно судим за особо тяжкое, а также имущественные преступления. Уже возбудили уголовное дело. Злоумышленник помещен в изолятор временного содержания. Проводится расследование. Водитель без прав с детьми в авто не пропустил патрульную машину с включенными спецсигналами. ДТП с участием машины ДПС произошло днём 2 октября на перекрёстке в районе у станции скорой медицинской помощи в Петропавловске. Фотографии эвакуации с дороги разбитого патрульного автомобиля разлетелись накануне по соцсетям. Как выяснили корреспонденты МассМедианьюз, 32-летний водитель Тойоты Короллы, не имеющий водительских прав, при движении на перекрёстке прямо на зелёный не пропустил патрульный автомобиль, который двигался с включёнными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. Произошло столкновение. Пострадала пассажирка легковушки. 31-летнюю женщину госпитализировали с переломами. Добавим, что в Королле помимо взрослой пассажирки находились ещё двое непристёгнутых детей. Сам автомобиль оказался не зарегистрирован. Мероприятия по частичной мобилизации практически завершены на Камчатке. Об этом в ходе оперативного совещания заявил губернатор края Владимир Солодов. С 21 сентября по решению президента Российской Федерации она проходит по всей стране. Активно эта работа ведётся у нас на Камчатке. Практически завершены мероприятия по обеспечению мобилизации наших граждан в соответствии с заданием, которое получено от Министерства обороны Российской Федерации. Для нас, уважаемые коллеги, самая главная задача – это обеспечить соблюдение прав и всей необходимой и предписанной процедуры в рамках проведения мобилизационных мероприятий, обеспечить наших граждан Камчатского края, которые будут защищать Российскую Федерацию всем необходимым, в дополнение к тому обеспечению, которое предоставляет Министерство обороны в рамках снабжения вооружённых сил. Добавим, на полуострове работает специальная группа по вопросам поддержки мобилизованных. Также в крае есть горячая линия на базе единого колл-центра региона по номерам 8 800 141 400 и 122. По этим телефонам можно узнать ответы на все интересующие вопросы, которые касаются частичной мобилизации. Перечень дворовых территорий для благоустройства в 2023 году определяют в Петропавловске. От управляющих организаций и горожан уже поступили 24 заявки. Сегодня мы ездим и осматриваем их с коллегами и даём им рекомендации о том, что необходимо включить. Петропавловск участвует в федеральном проекте формирования комфортной городской среды, начиная с 2017 года. Каждый желающий собственник может инициировать собрание жильцов для того, чтобы принять решение о вступлении в эту программу. Очень хорошо, что каждый год привлекаются все новые и новые управляющие компании. Неравнодушные жители вместе с нами осматривают территории, соглашаются, спорят. Это у нас рабочий процесс, что вполне естественно для того, чтобы реализовать именно то, что хотят люди. Люди в основном в своём хотят, конечно, хороший асфальт, то есть проезды. Многие желают тротуар. Редко кто выражает желание о необходимости детской и спортивной площадки. В основном люди просят озеленение, ограждение, полисадников. Ну и, конечно, самое главное – это дорога. В этом году в рамках проекта в краевой столице благоустраивают 8 дворовых территорий в разных микрорайонах. Работы находятся на завершающем этапе. После всех необходимых процедур приёмки и проверки документации, подрядчики получат субсидию на возмещение понесённых затрат. Добавим, федеральный проект формирования комфортной городской среды инициирован президентом страны Владимиром Путиным и поддержан правительством полуострова. В общей сложности в Петропавловске уже благоустроили 7 общественных территорий и приняли 98 дворов. Триколор, плакаты и сотни людей. Митинг в поддержку проведения референдумов о присоединении Донбасса, Херсона и Запорожья к России прошёл на Камчатке. Он состоялся в центре краевой столицы в пятницу 30 сентября. На площади Устеллы, город воинской славы, выступили творческие коллективы и исполнители. Нам не страшен твой любовь. За тебя, за тебя, Россия! Согласно итогам референдумов о будущем Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, большинство жителей этих регионов проголосовали за вхождение в состав России. В ДНР и ЛНР число граждан, поддержавших эту инициативу, превысило 98%, а в Херсонской и Запорожской – 87%. Камчатцы тоже поддержали такое решение. Это низко на русской территории, поэтому должны, естественно, не приезжать в Россию. Сейчас получили возможность Донецкой и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской области развиваться на территории уже Российской Федерации. Радует то, что сейчас Россия выступает как страна-миротворец, которая выглядит гарантом на мировой арене, гарантом безопасности для территорий Луганской, Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. У меня свое отношение к Украине, я сама родом с Украины. И я считаю, что нужно жить всей единой страной на терпение, здоровье и терпение, сил на восстановление. Отметим, митинги в поддержку проведения референдумов прошли 30 сентября во всех регионах страны. Напомним, в Донецкой, Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября прошли референдумы о вхождении в состав Российской Федерации. Колосование было организовано не только на территории республик и областей, но также в субъектах России. Интенсивные курсы начальной и огневой подготовки начинает с будущей недели региональное отделение ДОСААФ России Камчатского края. Не всегда классическая армейская подготовка дает гражданину полноценное понимание в правильном и безопасном обращении с оружием. Поэтому мы на своих курсах планируем научить человека правильно и безопасно обращаться с оружием. Во-первых, чтобы он сам мог с ним грамотно обращаться и, как следствие, не навредил тому, кто находится рядом с ним, и мог эффективно его применить в случае необходимости. Курсы будут проходить в течение четырех дней, в течение двух с половиной-трех часов ежедневно. Ну и в зависимости от обращений граждан мы будем планировать проведение их либо в рабочее время, там по необходимости по обращениям, либо в вечернее время для удобства обратившихся. Добавим, что курсы будут проводить инструкторы, прошедшую подготовку в Российском университете спецназа города Гудермес Чеченской Республики. Более подробную информацию можно узнать по телефону 300-301-300-301. Проектный комитет по реализации мастер-плана создали на Камчатке. Его возглавил губернатор полуострова Владимир Солодов. Первое заседание состоится уже на этой неделе. Переведение в практическую плоскость концепции мастер-плана развития Петропавловска-Камчатского, который был рассмотрен и одобрен на уровне президента Российской Федерации, сейчас на выходе перечень поручений президента, мы его ждем со дня на день, но не дожидаясь его выхода, нам практическую работу необходимо построить. На этой неделе у нас целый ряд экспертов будет работать на территории Петропавловска и тех, которые градостроительством специализируют и готовят заявки на конкурс малых городов и поселений. Глава региона считает, что масштабное благоустройство позволит сделать существенный скачок в развитии столицы Камчатки. По словам Владимира Солодова, центр Петропавловска должен перестать быть производственным и стать главной точкой притяжения туристов. В основе его благоустройства и реконструкции будут лежать принципы отражения природного ландшафта в градостроительстве. Отсюда пойдет развитие жилой застройки и здесь сосредоточат основные сервисы. Добавим, мастер-планы городов Дальнего Востока разрабатываются по итогам поручений Владимира Путина, озвученных на Восточном экономическом форуме в прошлом году. Во время визита президента страны на Камчатку 5 сентября этого года Владимир Солодов презентовал главе государства мастер-план Петропавловска. Может полностью обеспечить фермеров полуострова качественной продукцией. Перспективы развития комбикормового завода обсудили камчатские депутаты. В рамках выездного заседания комитета по природопользованию, аграрной политике и экологической безопасности мы посетили стратегически важное предприятие для всего сельского хозяйства Камчатского края – это Камчатскую мельницу. Мы обсуждали и перспективы развития, и те проблемы, которые сегодня есть. Оксана Герасимова отметила, что для сельхозпроизводителей важна стабилизация цены на комбикорм и качество продукции. Именно вопросы стабилизации стоимости обсуждали сегодня и пришли к выводу о необходимости единовременной закупки для производства комбикорма необходимого сырья для всех предприятий, о необходимости закупки одномоментного количества сырья для всех предприятий Камчатского края и производства комбикорма. Это позволит снизить или стабилизировать стоимость производства комбикорма на Камчатке. Сегодня очень важно всем уровням власти и законодательным, и исполнительным органам власти подключиться к тем вопросам, которые сегодня стоят перед предприятием. И депутатский корпус готов сегодня вовлекаться в эти вопросы и решать проблемы в том числе этого предприятия. Оксана Герасимова добавила, что производственные мощности можно увеличить, исходя из потребностей камчатских сельхозпроизводителей. Комбикормовый завод несколько лет назад обновил производство. На предприятии проведена оптимизация производственных процессов. За счёт модернизации линий гранулирования кормов увеличена также производительность. Проведена модернизация склада готовой продукции для создания необходимых запасов кормов. Сегодня предприятие занимается развитием, развитием сети, торговой сети, так можно назвать. Приобретён автомобиль большой грузоподъёмностью. Начали работать с отдалёнными районами. Это Эсса, это Большерецкий район, это Усть-Камчатский район. Принимаем заявки, организовали доставку. Несмотря на то, что у организации налажены закупки у поставщиков с материка, оно ориентировано именно на камчатского производителя. Для своих нужд покупают зерно кукурузы, пшеницы, ячменя, соевые бобы, горох, муку рыбную и другие. Предприятие готово работать с фермерскими хозяйствами полуострова. Это ниша – плацдарм для развития сельскохозяйственного комплекса в крае. Если концентрировать здесь, в части закупки, и очень хорошо поработать, и время после них закупить эту продукцию, то мы, в принципе, всё. Мы заложили, например, условно говоря, эти 500 или миллиард денег. И мы точно знаем, что всё, тут без каких сбоев можно развивать сельское хозяйство, ну, животноводство. Есть определённая проблема, так как объёмов сырья камчатских фермеров недостаточно. Кроме этого, определены потребности в финансировании закупок готового объёма сырья и ингредиентов. Этот аспект депутаты обсудили с министром сельского хозяйства края Вячеславом Чернышом. Всё зависит, смотрите, это такое изменение рынка, мы же одновременно везде идём. Если сегодня у нас хорошо получится с плющенным зерном, то потребление комбикорма КРСниками снизится. Ну, в таком объёме. С одной стороны, в какой-то части. С другой стороны, если сегодня, как мы живём, у нас всё-таки Белоруссия условно перекроет завоз молока, то мы сможем, животноводам будет проще толкнуться с нашим молоком вперёд, мы сможем увеличить. Вячеслав Черныш добавил, если предприятие будет производить больше продукции и увеличится объём его потребления, то можно будет заместить завозное, соответственно, увеличится и объём потребления комбикормов. Первый профильный атом-класс открыл свои двери на Камчатке на базе школы номер 3 в краевой столице. В рамках торжественного мероприятия поздравили коллектив образовательного учреждения и ребят, а также отметили, что это особенное событие не только для школы, но и всего полуострова. Таких классов по России немного, их где-то чуть больше 60, и вот мы с вами часть такой большой системы, которая будет общаться, которая будет творить, которая будет изобретать и которая будет работать. И, конечно же, это всё для вас, ребята. Это всё для вас, это всё для того, чтобы вы и вам было обучаться в школе ещё более интересно, чтобы ваша жизнь была более насыщенная. Я хочу и желаю, чтобы ваше пространство, вот это вот замечательное, красивое, трансформируемое, функциональное, действительно, ну, просто восклицательные знаки, как красиво всё, да, как это здорово сейчас стало, и как вам здорово будет здесь учиться. Я хочу, чтобы оно для вас стало таким творческим местом, где можно изобретать, где можно творить вместе со своими учителями. Ваша школа развивается, за ней ухаживают, её поддерживают, и вы должны быть к этому причастны. И сегодня у вас есть возможность для самореализации. Это всё сделано для того, чтобы именно вы определяли свои будущие профессии, чтобы вы пробовали, чтобы вы до неё дотрагивались, чтобы вы воплощали свои идеи, чтобы вы озвучивали свои идеи, чтобы с вами работали педагоги в более современном и новом формате. В классах провели ремонт, создали современное трансформируемое пространство, оснащённое высокотехнологическим оборудованием. В школе появились комплекты технического оснащения для кабинетов, интерактивная доска и лабораторное оборудование. Добавим, программа «Атом-классы» в России реализуется с 2011 года. Цель проекта – поддержка и развитие естественно-научного и математического образования в школе. Учащиеся «Атом-класса» смогут принимать участие во множестве мероприятий, организуемых участниками сети по всей России. Это профильные смены в Артеке, встречи с лидерами отрасли, олимпиады, форумы и другие. Около 30 камчатцев обратились в юридическое бюро полуострова во Всероссийский день оказания бесплатной юрпомощи, приуроченной ко дню пожилого человека. Камчатцев интересовали различные вопросы. В основном это вопросы, связанные с социальными выплатами, пособиями, а также по благоустройству люди интересуются и по управлению управляющих компаний. Добавим, государственное юридическое бюро на постоянной основе оказывает бесплатную юрпомощь социально незащищенным категориям граждан, неработающим пенсионерам, инвалидам, одиноким родителям, многодетным семьям и ветеранам боевых действий. Чаще всего люди обращаются по поводу выплаты и начисления пособий. Обратиться к специалистам можно по адресу улица Советская, дом 18. Всероссийский день ходьбы прошел на Камчатке. Спортивное мероприятие провели на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова в субботу 1 октября. Его организовали совместно со здоровительной акцией «10 тысяч шагов». Перед началом мероприятия для участников провели активную разминку, чтобы разогреть мышцы. Также прозвучали напутствия и слова поддержки для тех, кто принимает участие в спортивных мероприятиях. Мы очень рады всех видеть. В первую очередь благодарны за то, что нашли время, за то, что нашли желание, за то, что пришли сюда. Причем пришли не одни, а пришли со своими семьями. Знаете, вот то количество детей, которые здесь есть, на самом деле великолепно и очень здорово. Это первая история. Вторая история, для чего мы это делаем. Мы понимаем, что спорт – это жизнь, это движение. Соответственно, движение – это жизнь. Ходьба, которую мы сегодня проводим в рамках Всероссийского дня ходьбы и физкультурной акции «10 тысяч шагов» – это универсальное средство, доступное каждому, средство для сохранения нашего здоровья и поддержания хорошей физической формы. Все больше жителей Камчатки приобщаются к здоровому образу жизни и занимаются спортом. Во Всероссийском дне ходьбы приняли участие люди разных возрастов, которые беспокоятся о своем здоровье. Здоровье, оно очень важно, особенно сейчас, в наш момент. В принципе, вот ходьба с палками, она помогает многим мышцам в спине, прежде всего. Я просто учусь, и, естественно, как бы четыре пары отсидеть, спина будет болеть, тетрадки, так сказать, тоже будут болеть. Поэтому я участвую прежде всего для себя, для своего здоровья. Для меня это уже традиция. Спорт – норма жизни. Несмотря на возраст, я предпочитаю двигаться, как можно больше. Ну и поддерживать мероприятия, которые проводит город или край. Только так и не иначе. Для здоровья полезно делать. Для здоровья. Сейчас у нас, как говорится, самое главное – это здоровье. Так что с удовольствием идем не только здесь, но и везде. Здоровье – это, как говорится, здоровье нации – это основа. Поэтому нужно следить за своим здоровьем, принимать в этих мероприятиях участие всегда. Очень всем рекомендую. Участники мероприятия преодолели пешеходные дистанции на 3 и 5 километров. На биатлонном комплексе работала развлекательная детская площадка – площадки ГТО. А для желающих провели мастер-класс по северной ходьбе. Также работали выездные медкабинеты, в которых камчатцы могли пройти медосмотры, флюорографию, маммографию, ЭКГ, сделать прививку от гриппа или коронавируса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова